Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Очередная порция новиночек вышла в этот четверг, в пятницу, какие-то раньше, например, Кэптаун. Не знаю, почему они не выпускают вместе со всеми, но, короче, в прошлую прослушку они не попали, потому что мне бы пришлось ждать ради них там еще один день. Вот, поэтому, собственно, они в этой прослушке, кто хотел прослушать, увидеть, то есть реакцию, пришлось им подождать. Короче, давайте заценим интересные наиболее треки. Ну, самый пока интересный для меня это Киевс Тонер и Джуси Джей. Просто what the fuck вообще! Я очень рад за Киевс Тонера, ну, это реально очень круто. Вот. И, ну, собственно, Кэптаун, по-моему, больше мне особо так ничего не интересно. Ну и Фара, конечно. Вообще, о Фаре и о том, каким будет альбом и Эми. Мне по поводу Эми много человек писало, что это вообще очень крутая работа на самом деле. На вкус и цвет, как бы. Короче, о Фаре поболтаем, когда, собственно, выйдет альбом. А пока давайте заценим очередной сингл. Продолжает подогревать людей всему свое время. Вот элементы рока. То есть гитарка. Но это не делает его рок-исполнителем. Просто один топил там. Это поп. Даже это лучше звучит, чем Эми. Ну, мы еще не слушаем дальше, типа. Ну, собственно, все понятно здесь. Просто разочарование. Да, я признаю, я любитель прошлого Фары, когда был прям рэп, трэп там. Ну, вот что-то такое, короче. Я любитель, вот как раз-таки, речитатива. И вот, ну, я любитель прошлого Фары. И с альбомом Правила он просто обрубил, короче, эту связь. Это было смело с его стороны, потому что, ну, очень серьезный шаг был. Типа переход на более такое попсовое коммерческое звучание, вот как мы сейчас слышали. Это был серьезный шаг, и он красавчик, что решился. Но, собственно, потерял как раз-таки тех любителей старого творчества. То есть он мог дальше, в принципе, как-то развиваться в этом, в рэпе. И, ну, придумывать что-то новое, там, стать новатором каким-то, я не знаю. Но решил уйти в такое более попсовое звучание. И то, что тут используются гитары, барабаны, это никак не делает его роком. Тут вот, и вот что хотите говорить, но это конкретно поп-музыка, а-ля звери и прочие какие-то команды, которые просто используют живые инструменты. Вот. По поводу Эми, опять же, я когда буду слушать альбом, еще послушаю, что там, как было. Но у него чувствуется, конечно, такое, знаете, эмо-поп-рок. Вот так вот как-то, короче, делает сейчас фара. Ему, если комфортно в этом, то вообще базара нет. Пусть чувак делает, что хочет. Но, вот лично мне очень печально, конечно. Я иногда просто переслушиваю старые треки и думаю, блин, вот ты вообще мутил, как круто, а, ну какого черта. Очень печально. И вот, собственно, мои слова, то, что он сдал в рэпе позиции свои, это, собственно, об этом и говорили. То, что он попрощался, типа, с прошлым и сейчас начинает мутить что-то новое. Такая же история была с моими любимыми, ну, как бы, любовь моя к ним не умерла, с группой Linkin Park. То есть у них тоже там первый альбом были тяжелые, капец какие. И потом постепенно, постепенно, вот до 17-го года они как-то становились все легче, легче, легче. И, собственно, последний альбом там, это вот прям был такой поп, рок, электроника, короче. И, ну, для меня это тоже таким было удивлением. Какого черта, типа, ребят, вы что? Но я это принял. И также многие поклонники фары приняли то, что он делает. И это нормально. Вот. Ладно, все, короче, достаточно уделили ему времени. Обладает. Рандом. Вот обладает, допустим, пример. Тоже делал в своем стиле долгое время. Потом появился дрилл. Начал сейчас использовать такие дрилл биты и так далее. И стараться уже в этом двигаться направлении. Нормально. Ничего ему не мешает. Ну, просто, как бы, есть такой момент, то, что, типа, тот же самый Обла. Не знаю. Все это сложно. Короче, чуваки делают, что хотят. Все нормально. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы просто ценим сейчас. Качают, не качают. Время раздавать эти подарки. Смотри, не разменяйся на бумажки. На мне сейчас блестят эти биллианты. Попробуй забери, ведь я все время без охраны. Видишь, я добавил это яркость. Энергия во мне, я не сгораю, будто лампа. Дел твои новости, ничего нового. Все в вашем узле только для роликов. Очередно тираж, это как комиксы. Как всегда, куча панчлайнов, каких-то крутых строк. Неплохой бит. Крутый, поиграл с рифмой. Классно. Но бэхом мне зашло побольше, чем это. Какая музыка, я классно, кой делаешь. Какая музыка, я классно, кой делаешь. Какая музыка, я классно, кой делаешь. Забавно, да, забавно. Так. Что, Киевс Тонер напоследок оставить, что ли? Что еще у нас выходило тут? А, Янг Трап и Морген Штерн. Розовое вино 2. Вау. По-любому. Шляпа. Не слушал еще. Diamond Style Production. Так. По-моему, он что-то делал, конечно, нормально. Не знаю. Ладно, давайте заценим. Чисто покекаем, поугараем сейчас. То, как ты трясешь этим, я не могу поверить. Я никогда не видел жопу, как моя. Я кулю у топин. Крутая тема. Я уехаю, ты прямо на тебя. Кто-то не умеет. Бит не попадает в трапу. Алло, вы че? Вот Морген хорошо звучит на этом бите. Как ты на них сосала, и сосать это талант. Это так, да, это так, сосать это талант. Это так, если хочешь быть богатым, начинай сосать. Мой слег, когда ты трюсешь ты, я не могу полить. Так, я думаю, все достаточно. Дальше уже все, в принципе, понятно. Ужасное музло. Вообще не люблю прямые бочки. Вот. Поэтому это сразу оттолкнуло. Поугарал с трапы, как всегда. Красавчик, вообще супер. Смотрели, кстати, фристайл его? Там вот иногда было что-то прям такое, вау, ничего себе, круто замутил. Но зачастую бит, конечно, промахивался мимо строчек трапы. Морген нормально звучит здесь, но по сравнению с тем, что было раньше. То есть, всякие кадиллаки и так далее. Даже с LJ, не помню, как лолипап песня. Даже она лучше звучала, хотя тоже, ну, что-то там около этого. Капец. Я вообще, я просто в шоке. Я думал, что-то будет прям очень-очень крутое. Блин, янг трапы еще так, в таком стиле. Да, я вообще. Идем дальше. T-Fest. Бит классный. Мощный припев второй. Пожалуй, добавлю себе. Крутая вообще работа. Прям просто слушать и балдеть. Особенно с припева. Вообще балдеж. И концовка крутая. Так, ну ладно, давайте. Сначала все-таки прослушаем Кэп Таун. Ах, блин, клип вышел. Ладно, давайте послушаем песню сначала. Кисло-сладкий. А, на разную дрянь клип вышел. Так, кисло-сладкий. Аля, кисло-сладкий. Круто, по биту круто. Такой мощный припевчик. Более тихие, спокойные куплеты. Но очень даже неплохо. Круто. Мне кажется, мне кажется, самим кисло-сладким, ну, кисло-сладкому ебану подошло бы тоже что-нибудь в таком стиле ебануть. Было бы круто. Так, ну и чё, всё. Кейс-Тонер, Джуси Джей. Всех вроде кого хотел прослушал. Давайте заценим пушку. Ой, звук сейчас старый. Сейчас будет, наверное, разгончик. Вот такое музло. Вот этот трэп я любил. Ой, звук сейчас старый. Ха-ха-ха. Ой, звук. Ох, короче, и Кейс-Тонер хорош. То, что, ну, прям чувствуется его тема. То, что он тоже кайфовал с этой музыки, с FreeSix Mafia, с Джуси Джей вообще, с трэпа тех лет. Вот. И, ну, не ударил в грязь лицом, короче. И Джуси Джей, ну, я с ним пень хорош вообще. Вот чё, ребят. Супер. Я прям слушал и ностальгировал, вспоминал все эти времена, тусовки, горали. Вообще супер. Вот пример хорошего фита, коллаба с зарубежным исполнителем. Был до этого у нас Моргенштерн и Лилл Памп. Моргенштерн, наверное, и Лилл Памп. И Лилл Памп там был хорош, но вот Моргенштерн мне, как помнится, не понравился. Потому что там были интерполяции на Биг Бэби Тейпа, типа. Ну, чё-то как-то. Вот. Ну, по строчкам там тоже чё-то по тексту не вкатило. Но вот это, это очень крутой коллаб. Я очень рад за Ки-Стону. Мой тёска, кстати. И, ну, просто я так скажу, это факт. Очень рад я, короче, за него. Красавчик, супер. Жду. Теперь фит с Вакофлак Флейм. С Ти Ай. Я думаю, тоже будет круто. С... С кем ещё? Ну, с кем-нибудь ещё из старичков. Мне кажется, было бы круто. Супер, мне понравилось. Как вам? Пишите в комментариях, какой трек зашёл, какой не зашёл. Поддерживайте канал. Ссылочки в описании. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok